Музыка Меньше двух месяцев осталось до начала голосования в сентябре на выборах депутата Государственной Думы, представляющего в Нижней Палате Российского Парламента Колыму. Вечерний Магадан обратился за комментарием о ходе предвыборной кампании к председателю избирательной комиссии Магаданской области Николаю Жукову. Действительно, буквально в конце прошлой недели у нас завершился, наверное, один из самых важных этапов. Это этап выдвижения кандидатов и списков избирательных объединений. Единственное, напомню, что если для избирательных объединений политических партий выдвижение списков, а они это осуществляли, непосредственно представляя их в Центральную избирательную комиссию, завершился 13 июля. Для самовыдвиженцев этот этап завершился 12 июля. Ну а вот для кандидатов, которые выдвигались политическими партиями, у них было время, после того, как партии представили списки одномандатных кандидатов в ЦИК, дойти до окруженных избирательных комиссий. Я напомню, что наша избирательная комиссия Магаданской области является одновременно по решению Центральной избирательной комиссии избирательной комиссии одномандатного 116-го избирательного округа, это вся Магаданская область. До 23 июля у них было время до 24.00 представить все необходимые документы нам здесь, в Магадане, в окружную комиссию. Выдвинули своих кандидатов для участия в выборах в Магаданской области пять политических партий. Либерально-демократическая партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации, Единая Россия, Справедливая Россия за правду, Коммунистическая партия Коммунисты России. Самовыдвиженцев на этот раз не было. Все пять кандидатов представили необходимые документы и получили соответствующий статус. И даже могут вести агитацию. Если они представят небольшой объем документов для регистрации, то подпись им собирать не надо. В алфавитном порядке кандидаты в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Басанский Антон Александрович, Гахроманова Снежана Вячеславовна, Давыденко Юрий Борисович, Исаев Роман Владимирович и Попов Алексей Леонидович. Сейчас мы проводим проверки тех сведений, которые кандидаты о себе представили. Естественно, прежде всего мы обращаем внимание на те обстоятельства, которые могут стать препятствием к реализации пассивного избирательного права. Это наличие судимости, наличие сведений о причастности к их семейской террористической деятельности. Но отмечу, что пока все сведения, вот такие ключевые, которые к нам приходят, подтверждают, что все кандидаты соответствуют требованиям закона, могут участвовать в избирательной кампании. Ну и, собственно, ждем от кандидатов документы на регистрацию уже. Скажу сразу, что у нас два кандидата необходимый пакет документов уже представили. Это как раз сайф Роман Вадимович и Игорь Хроманова Снежанович Славовна. В течение 10 дней мы уже будем принимать решение о их регистрации. По ним проверки, в общем-то, практически уже закончены. Также со всей актуальной информацией о кандидатах и ходе предвыборной кампании любой желающий может познакомиться на сайте избирательной комиссии Магаданской области. Дорожные работы на 80%. Кроме этого, на нижнем участке дороги полностью произведено асфальтирование. Подрядчик инициативно выполнил работы по озеленению, хотя в контракте этого оговорено не было. Дополнительно, в благотворительных целях, произведено асфальтирование дорожки возле памятника грекам. Два участка мы сверх проекта выполнили эти работы по просьбе жильцов города Магадана. Значит, ну, работа находится в стадии завершения. Вы сами видите, в каком состоянии превратилась улица. Благоприятно выглядит. Что касается верхнего участка дороги, то там специалисты немного отстают от плана, потому что параллельно ведутся работы по прокладке тепловых сетей и холодного водоснабжения. Закончить все сотрудники Магадан теплосети должны к пятнице. И затем в ближайшие 2-3 недели этот участок дороги полностью сдадут в эксплуатацию. Чисто визуально, физически полностью выполнены все проектные решения. Но все подрядчики знают, и мы знаем, будут после окончания работ проведены лабораторные испытания асфальтового покрытия. То есть все должно соответствовать ГОСТам, чтобы в ближайшие 10 лет мы не подходили к этому участку. Но по условиям государственного контракта подрядчик в течение 6 лет несет еще и гарантийные обязательства по этому участку. Слово гарантия – это вещь хорошая, но сюда заходить надо. Поэтому проведем еще лабораторные испытания, и тогда уже будет подписан акт ввода после того, как мы будем уже знать полностью картину по состоянию именно данной ситуации. Это верхнего слоя асфальтно-бетонного покрытия, потому что его качество зависит от долговечности. В любом деле хорошего результата можно добиться, лишь работая в тесном контакте. Поэтому мы решили все-таки включить в наш сюжет и личную оценку со стороны подрядчика – уровню взаимодействия с заказчиком. Своей стороной я хотел бы выразить благодарность городской администрации и заказчику в помощи. Все сложные вопросы решались вовремя. И в поставке, в частности, личный мэр Юрий Федорович, помог дополнительно осуществить поставки дорожного и квартирного камня. Спасибо ему лично. На улице Приморска 7 находится объект, который житель города приобрел в собственность в 2018 году с целью строительства ресторана. Единственное, что сделал мужчина за это время – вырыл котлован. При этом он не соблюдал нормы и правила ведения строительных работ. Например, не установил паспорт объекта и не огородил полностью территорию. Так мужчина установил только 10 метров забора, который со временем весь перекосился. Однако на этом этапе строительство остановилось и больше изменений не происходило. Административно-техническая инспекция собирали материал неоднократно. Уже более пяти материалов собрано. Были материалы переданы в суд. Было судебное решение по привлечению гражданина Рыбина за несоблюдение этих норм. Но, как вы видите, этот объект в том же плачевном состоянии. Нет ограждения, нет освещения, нет переходных мостиков, разбросанные строительные материалы, что может повлечь любые травмы, как детей, как жителей. Вот хотелось бы призвать и конкретно этого предпринимателя, и других по соблюдению норм и правил при заведении строительных работ. После принятого судебного решения судебные приставы будут взимать штрафы, которые наложены судом. С каждым разом они будут больше и в конце концов могут привести к изъятию объекта из собственности, потому что собственник не делает те работы, которые он обязался сделать. Хотя получено согласие от гражданина Рыбина, что он законсервирует этот объект, будут выставлены заборы, будут убраны плиты, будут все правила соблюдены. Веры на это нет. Если этого не будет, мы опять будем собирать материал для административного привлечения, ну а дальше опять суд. И вот здесь уже будут санкции достаточно жестче. Таких недостроенных объектов в Магадане вполне достаточно. Большинство из них заброшены. Директор АТИ рассказал, что бывает, когда колымчане прогуливаются по лесу, встречают на своем пути небольшую железнобетонную избушку, которая в итоге оказывается полностью забытой собственниками. Многие магаданцы жалуются при обращении в медучреждение на повышенную температуру и слабость на протяжении нескольких дней. Однако медицинские работники так и не направляют их сдавать тест ПЦР. В таких случаях после личного приема врач прописывает обильное питье, орбидол и грудной сбор. Вечерний Магадан решил спросить у главного врача городской поликлиники, почему же в такое опасное время, а именно в период третьей волны, не всех направляют на ПЦР. Это определяет врач, все зависит от клиники. Не обязательно температура показатель к ПЦР-тесту. Мы знаем по рекомендациям, которые нам сдает Министерство здравоохранения Российской Федерации, в каких случаях, при какой температуре и ее длительности, мы делаем зачет в сторону ПЦР. Ну а то, что мы прописываем грудной сбор, как вы говорите, орбидол, витамины, парацетамол для снижения, ну это стандартная схема лечения. Только в более тяжелом, так сказать, случае мы коронавир и есть же другие препараты. Субтитры создавал DimaTorzok